Блин, чувак, тебе домой не пора? Ты так и будешь здесь торчать? Я, считаю, возможно, здесь планировал построить дом. Ох, да. Злой мужик продолжается. Гляньте на его лицо. В общем, будем сегодня дальше развивать наше поселение, и не только его. Собственно, заданий дохрена. Видали? Нам надо и болото исследовать, в общем-то, и сыродутную печь строить, и всё вот это вот. В общем, на самом деле, дел дохрена, но я бы, наверное, заморочился по строительству какой-то мастерской, знаете, какой-то кладовки, не знаю, гаража, чтобы можно было туда запихивать. О, кстати, знаете, что я тут подумал? Я подумал, у меня, наверное, есть всё для создания повозки. Это не очень повозка, на самом деле. А где мои повозки? Странно, они почему-то находятся в хранении. В общем, смотрите, вот у нас есть колесо, очень тяжёлое. А как мне сделать это колесо? Ну-ка, иди сюда. А обод колеса ручной тележки. Угу. И для того, чтобы его сделать, нужны куски кованого железа. Кажется, я в жопе. Угу. Очень захотелось мне, но не очень получилось у меня. Я зато могу делать деревянные сундуки. Это меня, несомненно, радует. Ну, видимо, придётся идти по заданиям. Да, походу, да. Но для этого нужно попить. Да, сперва нужно попить. Конечно бы ещё пожрать. Сосисочки уже, так сказать, на последнем издыхании. Нужно их заканчивать. И вот у нас тут ещё появились грибочки, которые можно, я так понимаю, превратить в некое лекарство. Поэтому надо будет сейчас посмотреть. О, кстати, в смысле 9 минут ты будешь. Оно быстрее жарится, слушайте, на глядиной посудке. Вот-вот в чём её кайф. Окей, вот растения и травы. Смотрите, соберите 4 зубчика дикого чеснока. И приготовьте, значит, приправленное мясо кролика с собранными ингредиентами. Угу. Можно усилить полезные свойства кроличьего мяса, приготовив его с большим количеством ингредиентов. Короче, если сделать... Странно. Он дал мне вот эту хрень. Я хочу посмотреть, что можно крафтить. Ни хрена нельзя крафтить. Потрясающе. Друг, ты же мне как-то вот говорил про это дело. Ромашковый чай. Это меня лечит немножко. Ну, в общем, тут ничего нету в журнале. Я просто помню, он мне что-то говорил про лекарства. Видимо, это все было связано с этими грибочками. Просто я боюсь, что они сдохнут. Да, можно высаживать на обработанной почве. Замечательно. Как мне обработать почву? Кто-то мне писал, что это можно сделать с использованием палки. Я хочу попробовать. Значит, берем палку в какую-нибудь правую руку. Перчатки, левая рука. Ну, короче, правая рука. А что я могу делать? Палка плюс... Угу, угу. Факел, ветки. В общем, это... По-моему, я не могу делать грядки. Либо я их еще не умею делать, либо нужен какой-то инструмент. Ну, в общем, я попробовал. Да, я попробовал. Пойдем попьем. Слушайте, эти сосиски еле вообще помогают мне от голода. Он так много жрет. Ты посмотри, сколько сосисок ему надо сожрать, чтобы нажраться. Давай уже полностью употребись. Ну, и я еще раз сварю себе воды. Да, вы часто варите воду дома? Вы варите воду дома в чайниках. Наверное, надо в продвинутую металлообработку выходить. Но я все еще надеюсь, что какой-то дом построю. Соль, кстати, никуда не девается. То есть сюда надо будет просто воду добавлять. Но и зато 25% шкурки уже обработалось. Все остальные шкурки были успешно... Это что такое? Это грязь. Ясно. Здесь у меня есть кожа. И мне бы хотелось добавить больше кожи. Нужно 10 кожи, насколько я помню, для рюкзака. Я боюсь идти с этим рюкзаком куда-то в дальние путешествия, потому что мне кажется, я сдохну там нахрен с таким рюкзачком. Тем более на болотах, на каких-то... В общем, страшно, страшно, очень страшно. Пойдемте, пока срубим дерево. Потому что мне надо... Мне надо, чтобы мой костер жил всегда вообще. И прям как-то медленно растут они. Слушайте, реально без повозки будет очень сложно жить, мне кажется. Но придется страдать. Откуда-то грязь нашел. Потрясающе. Блин, всего одно бревно? Ну, что-то вообще ни о чем. Ну ладно, в любом случае, нужно поддерживать огонь. Нужно поддерживать очаг и тепло в этом очаге. Все эти маленькие деревья не растут ни хрена. Я очень надеюсь, что сегодня, когда я посплю, вот это дерево увеличится, потому что очень молодое дерево, слишком долго очень молодое. Ладно, давайте закончим тогда растения и травы, потому что там вроде бы по ощущениям не так уж и много. Пойдем искать чеснок. Мне бы, конечно, хотелось бы... Тут должна быть какое-нибудь руководство. Но походу... А вот, вещества. Но это то, что я знаю, понятно. Я надеялся, что здесь есть некое руководство, которое поможет мне понять, как делать грядки. Видимо, я еще до этого не дошел. Поэтому... Вот, дикий чеснок. Привет, дикий чеснок, ты мне очень нужен. Луковица дикого чеснока. Замечательно, что я могу с тобой сделать? Я могу зубчики сделать. Давай, разделись. Приготовьте приправленное мясо кролика с собранными ингредиентами. Понял вас. Тогда мне нужно найти кролика. Останки кролика. Блин. Слушайте, помните, я рассуждал на тему, будут ли кости? Твою мать, они есть. Прикиньте. И вот у меня есть маленькие кости. На 0% высушенные. Странно, но с ними нельзя сделать никакого там... Ну, в общем, сейчас я их положу куда-нибудь. Этого кролика только заберем. Да, наверное, будем все собирать, что? Потом посмотрим. Кости начали сушиться. Наверное... О, еще останки кролика. Видимо, и тот койот, наверное, тоже в останках. А че ты... О, нихрена у меня костей. Слушайте, пора с ними делать какой-то... Какой-то чемодан. Да, обалдеть. Ладно, пошли. Сейчас я только силок... Надо силок... Поставлю его на то же место, чтобы прям не промахнуться. И где-то тут у меня был... А, вот еще кролик. Ну, ладно, ты пока посиди тут. Я попозже к тебе подойду. А то у меня тут небольшой перегруз. Понимаете, я... Я очень... Очень быстро все делаю, да. Ну, допустим, смотрите, значит... Кладем сюда кролик. Кладем сюда чеснок. Нельзя приготовить ничего полезного из этих ингредиентов. А если гриб добавить, то же нихрена. Любопытно. Да, любопытно. Может быть, опорожнить кастрюльку надо? Давайте я возьму ее в руки. Туда мы положим мою сковороду. Может быть, с помощью сковороды получится все сделать. Вот. Добавляем сюда чеснок. Ничего нельзя, говорят, приготовить. Ммм, любопытно. Вам понадобится соль и чеснок. Соль можно добыть из корней дуванчика, зубчики и чеснока из луковиц, собранных с растений дикого чеснока. Ну, соль у меня есть. Соль у меня была. А у меня дуванчики, по-моему, все, да? Ну, ладно, давайте чайку тогда сварим. Пока что. Пока что сварим чаечку. Крепкий такой, нормальный будет чай. Просто от него же надо избавляться, я имею в виду, от ромашек. Поэтому пусть варится мой чай. А я пока что сложу сюда кости. Я не очень понимаю пока, что с ними можно будет делать. Но они, раз они сушатся, значит, зачем-то они нужны. А если они зачем-то нужны, значит, они нужны мне. Это сюда. А ты будешь работать? Требуется вода и соль. 38% соли, 26% воды. Сейчас я немножко подолью, потому что, ну, надо шкурки тоже, знаете, делать. А то будет очень грустно, если их не делать. Как же быстро высыхает этот гребаный поддон с водой. Кто бы мог подумать. А еще очень любопытно, как мне запоминать все эти рецепты. Вот представьте, это что такое? Мокрая грязь. О, как интересно. Я, в общем, к чему веду-то? Представьте, вот у нас есть один рецепт, значит, вот этого кролика приправленного. Пошло? О, пошло. Все нормально, 0%. Что-то медленно идет, надо еще подлить. Вот, значит, это первый рецепт. Представьте, можно, наверное, будет еще какие-то ингредиенты делать. Где все это хранить? У меня в голове, у меня же память дырявая. Как я запомню все эти, все эти вот эти ваши рецепты? О, кролик, сейчас в селок попадешь, дебил. Зря ты туда побежал. Так, 1%. Надо еще добавить воды. А то она, она же высыхает, понимаете. Мне не надо, чтобы она высыхала. И сейчас мы немножко пойдем пособираем одуванчиков, потому что мне нужна соль. Потому что я ее всю высыпал сюда. Я надеюсь, что она не будет тратиться. 15 на 64. 2 часа 36 минут будет обрабатываться эта кожа. В смысле, шкура, да. А здесь, значит, тоже 2 часа осталось. Ну, в общем, сейчас еще один кувшинчик налью. И, в принципе, можно на этом остановиться. В заполнении моем. Вот сюда, давай, заполняй. Вот. Теперь меня все, по идее, устраивает. Значит, едем дальше. Непонятно, что с этими грибами делать. Правда, я... Я информация. Верхняя часть, чтобы произвести более грибов, помещена в почву в подходящей среде. Ну-ка, иди сюда. Что я могу с тобой делать? Я ничего не могу с ним делать. Бросить. О, посадить. Внезапно. Должен быть посажен на обработанной почве. Так. Значит, я все-таки могу что-то сделать. Сейчас я их выложу пока в сундук. Чтобы они никуда не делись. И будем что-то пытаться делать с ними. Что, не влезает уже? Боже, у меня... У меня столько трута, что я уже не знаю, куда его класть. Так, из этих мы, наверное, сразу создаваем вот это вот. Оболочки кожаные, знаете, вот эти кожаные колбасные оболочки. Ну, и животный жир тоже бы хотелось во что-то превратить. Например, факел, кстати, а? Факел. Стоячий факел. Вопрос только, сколько он горит. Вот это хотелось бы знать. И нужно еще четыре где-то жира взять. А жир же у нас такая тварь, которая берет и как бы кончается. Надеюсь, в ящике он проживет чуть дольше. Так. Значит, соль, да? Пошел за дуванчиками. Надо соли больше. Привет, кролик. Ты не видел мои дуванчики? Я, по-моему, здесь все дуванчики в округе собрал. Нифига желтого не видать. Где же мои дуванчики? О, там что-то появилось. Это что? Зараженный грибок. Фу. Не очень приятная хрень. В общем, я думаю, вот эти три кустика мне отлично помогут в моих начинаниях. Пойдем сварим. А вот еще дуванчики. Тогда четыре получается. Тут явно нужен какой-то транспорт. Я сейчас гуляю вот в этой вот округе. Подсмотрите, насколько огромная здесь карта. На чем передвигаться-то? Неужели все пешком? Ты же просто заманаешься бегать туда-сюда, на мой взгляд. Так, добавляем туда дуванчик и получаем сколько? Опорожнить кастрюлю, видимо, нужно. Во-первых, надо выпить все. Ну, раз уж оно вскипячено, то надо попить. А теперь мы ее, значит, наливаем. Где моя кастрюля? Я ее не взял. Я ее выпил, но не взял. Я молодец. Сейчас нальем. А может так можно? Подожди. А, вот, можно так. Я что-то фигню какую-то придумал. Короче, 80 грамм соли получится. Ладно, делаем соль. Делаем соль. И сейчас посмотрим, как можно будет готовить кролика. Кстати, кролик, походу, должен готовиться не только на моей сковороде, а еще и в этой миске. Так что сковородку я пока положу в мой, так сказать, чемодан. Очень странно выглядящий, но чемодан. Как у тебя дела? У тебя все хорошо. Сейчас 36. Давай, мои граммы. Очень нужны мне. Очень нужны. А еще я бы хотел вот от этого избавиться. Взаимодействовать. Нечего ковать. Почему ты хочешь ковать на пне что-то? А можно тебя срубить? Странно, вроде можно было. Исследовать. А, во, рубить. Руби. Не рубит. А что ты не рубишь-то? Во, теперь рубит. Ладно, потом. Моя соль уже готова. Итак, вот, значит, берем туда кролика, потом соль и чеснок. Очень безвкусный результат получается. Плюс один заражение. Внушилось, восстанавливается на 10% быстрее. Оно бафается. Смотрите, как прикольно. Очень безвкусный, говоришь. Блин, ну я не знаю тогда. Ну, может, воды добавить надо в эту кастрюльку. Любопытно. Так, значит, соль можно добыть. Понятно, луковицы. Вы можете усилить полезные свойства кроличьего мяса, приготовив его с большим количеством ингредиентов. С большим. Тогда, если взять вот это и добавить туда одну соль, нельзя приготовить ничего полезного. Давай один чесночок. Очень безвкусный. Давай еще больше соли. Все еще очень безвкусный. Сколько надо соли, чтобы тебе понравилось? Безвкусный. О, смотрите. Пошел расчет. Пошел. Очень безвкусный. Чеснока, видимо, до хрена. Ну-ка давай, сейчас я его сделаю вкусным. Безвкусный все еще. Ароматный. О, гляньте. Ой, извините. Я, да, переборщил с солью. Правая кнопка мыши для выбора опций. А как мне поделить-то? А, вот. Наполовину делится вот так с альтом. Ну, допустим, 20 грамм. Очень безвкусный. Хорошо. Давай 10 грамм положим. Ароматный. Ну, вот. Результат. Все равно будет заражение. Выносовец на 16 процентов быстрее будет восстанавливаться. Ну, давай вот этот ароматный делаем. Че? Это, значит, совокупаем и кладем в ящик. Сейчас, значит, кроличка будем жрать. Блин, а вот сейчас грибами с этими делать я уже, честно, забыл. Ну, такая у меня память дырявая. Сейчас мне напихаете в комментах, я чувствую. Десять минут будет готовиться мой кролик. И что у меня тут за бафы? Исцеление идет, утечка энергии идет. Это потому, что я попил чаю из ромашки. Помните, да? Я пил чай. Вот. Ничем не мог остановить такой порыв. Ну, хорошо. Сейчас, значит, у нас вот это вот задание закроется, по идее. И я очень надеюсь, я очень надеюсь, что у нас начнется линейка задач по выращиванию. Ничего бы то ни было, но и на почве. Потому что пока не очень понятно, как это вообще все работает. А здесь, как вы знаете, все очень заморочено. Ну, вот я бы хотел что-нибудь попробовать. Может, с палкой что-то. Не, она ничего не делает. Ничего не делает палкам. Мне просто кто-то писал в комментариях, я вот за это уцепился, что можно с использованием палки делать грядки. Я так и не понял, как. Но, в общем, если эти грибы можно будет разводить и, в принципе, все остальное, то я бы был дико счастлив. Потому что выращивать все у себя было бы гораздо удобнее. Вот, значит, есть у нас мясо. Квест был успешно выполнен. Утолите жажду до 75%. Ешьте и пейте. Ясно. Ну, без проблем вообще. Меня это как бы два раза просить не надо. Я пошел, вот в воды налил, сварил, попил. В этом плане все отлично у меня. Сколько ты будешь гореть, друг? Три часа еще нормально. Так, варим воду. А пока у меня варится вода, я добавлю воды в мою, ну, вот эту. Я все время забываю, как это правильно хреновина называется. Ванночка для шкурки. Буду так ее называть. Там, видите, вода-то как бы испаряется. Вот. Все хорошо. И очень хорошо, что эта фигня топится гораздо быстрее. Блин, ну вот как избавиться от заражения-то? Ну вот, ну что за говно? Приготовление и приправление. Известные кулинарные рецепты. Сырое мясо кролика, 4 зубчика и 60 грамм соли. Блин, слушайте, а здесь... О, открыть в каталоге. У меня есть каталог. Приготовленное мясо койота. Ну, это то, что я знаю. Вот видите, смотрите, это очень странно. Ингредиенты здесь другие. Здесь 4 зубчика чеснока и 60 грамм соли. У меня было 10 грамм соли и 1 зубчик чеснока. Возможно, тогда я убавил бы немножечко заражения. Но, честно говоря, я не очень сильно в это верю. Постройте... А, все, да? У меня закончились задачи. Ладно, что у нас есть из крафта предметов? Строительство, потребление инструмента, капканы, дистилляция. Инструменты. Деревянное весло, деревянная лопата. Можно сделать лопату. У меня есть гвозди, у меня есть короткие доски. И, в общем-то, это очень странно. Но, по-моему, к ней вот эта вот сама штучка... Не нужна, что ли, получается? Кирка, стальное... Чё? Наконечник стальной кирки. Ржавеет при сушке. Для ковки необходимо нагреть. Но мне нужна наковальня. Без наковальни не получится. Лезвие долота из кремня. Это нужен большой кусок кремня. Я такого ещё не видел. Ну и бронзовый топор, который мы, в принципе, уже можем сделать. Только рукоять надо будет организовать. Потому что я сам топор-то я залил. Он у меня вот здесь вот уже томится. Вот видите? Закалка закончена. Бронзовое лезвие топора. Ну, пусть оно тут пока лежит. У меня топор-то есть. Когда сдохнет, я, конечно же, бронзовый сделаю. Но, честно говоря, вот сжрать это мясо сейчас не очень, как бы, хочется. Потому что опять заражение. Вот это всё. Мне хочется понять, как делать грядки. Я всё-таки хочу попробовать сделать лопату. Потому что лопата, это как минимум выравнивание поверхности. Поэтому нам нужна длинная доска. Нам нужна короткая доска. И нам нужны гвозди. Гвозди я, по-моему, только не знаю, будет там 10 или нет. Бронзовые гвозди 5. А вторую пятёрку я, походу, выплавил, да? Чёрт. Медная руда есть. Оловянная руда есть. Но мало. Мало, понимаете? Мало. Походу, ребята, нужно будет... А, у меня есть бронза. На топом 100 грамм бронзы надо было на 10 гвоздей. Поэтому не получится. 28 миллилитров это и самый будет. А сюда вмещается, собственно, 100 миллилитров. Да, мне нужно, в общем, немножко поднапрячься и добыть себе прекраснейшие эти ресурсы для плавки. Иначе не будет у меня лопаты. Ну что, пошли за ресурсами, получается. Единственное, только меня немножко смущает количество времени, которое будет мой костёр гореть. Я, наверное, сейчас немножко его увеличу, а потом уже пойдём... Потом уже пойдём во все стороны. Блин, молодое дерево, маленькое дерево. Мне нужно большое дерево. Оно всё, видите, как далеко. Ужас какой. О, почему ты рубишь с ускорением? Смотрите, вот это очень странно. Он иногда рубит с ускорением, а иногда нет. Как это работает? Любопытно было бы узнать. Ну, в общем, это дерево... Мой костёр таки на сегодня, наверное, обеспечит топливом. А вот что делать завтра я хз. Это ездить тут далековато приходится. На своих двоих-то. Валяяна. Так, ну чё, продолжаем рубить. Может всё-таки упороться и сделать топор. Не факт, что он, конечно, быстрее будет рубить им. Но вот этот топорик, он как будто бы мелковат. Не знаю. Не факт, конечно, но... По ощущениям он маленький. А тот может быть ещё меньше, кстати, да. Не факт вообще, не факт. Я просто пытаюсь как-то ускоряться. Не очень пока получается. О, два толстых бревна получилось. Ну, пойдём. Не пойдём. Чёрт. Ну, опять у меня куча вот этого вот. Так, я пошёл, сейчас приду. Сейчас создадим запасик. У меня там есть одна кучка с этими вот листами. А я же запасливый, знаете, как хомяк. Вот, злой хомяк. Не влезет, наверное, сюда нихрена уже. Две штучки влезло. Ну, я прям категорически запасливый вам скажу. Что там, у меня ещё есть длинные палки, тоже надо выложить. И эти палки надо выложить. И у меня ещё шишки есть. Которые, кстати говоря, не портятся. Это можно... Их можно использовать как труд на будущее. Ну, и не только. Там, на самом деле, там ещё орешки можно жрать. Так что, нормальная тема. Сейчас надо понять вообще, как мне избавляться от блайта. А для этого, видимо, нужно тащить свою жопу в болото. Слышь, бревно, ты вообще влезешь у меня внутрь, нет? Вообще, никаким образом не влезет. Понял. А дрова, наверное, тоже нет. Ну, вот придётся мне сейчас так походить три раза. Ну, вот. Не подбирай. Надо рубить. Сейчас я закину одно бревно. А потом посмотрим, что делать дальше. Лично он будет гореть восемь часов. Это меня полностью устраивает. А как там моя шкурка? Моя шкурка отлично себя чувствует. Это значит, пора её вот сюда вот закинуть. Это мы забираем. Это мы отдаём. И сразу же делаем себе кожу. До свидания, шкурка. Теперь ты кожа. Интересно, поскольку они стекаются. У меня что-то в чемодане уже есть. А чё, в смысле, не стекаются, что ли? О, да. Это говно. Пора делать новый чемодан, видимо. Но сперва нужно добыть металла. Да, у меня кремень, кстати, скоро по ходу того. Хотя он вроде такой же. Тут нигде нету показателей его тупое повреждение. Да, ещё какое тупое. Я, в общем, хочу сейчас что сделать. У меня план такой. Я хочу сделать лопату. Хочу выровнять какую-то поверхность. Начать строить там нормальный дом. Построить нормальный дом с нормальной сарайкой там или мастерской. Не знаю уж, что там будет. И, в общем, это дальше как-то тут выживать, смотреть. Я думаю, что вот это задание, которое войдите в ближайшее болото, это довольно долгое задание. В смысле, к которому надо готовиться долго. Поэтому мы пока туда не пойдём. Мы пойдём к скалистым образованиям, да. Чтобы добыть немножечко металлов. Чё-то у меня быстро они закончились. Надо срочно в кирку выходить. А для кирки нужна наковальня. О! Дружок, пирожок. Это мой койот. Да, останки койота. Я не знаю, есть ли смысл их собирать. Наверное, пока нет. Пока я не придумал, что делать с костями, собирать их смысла нет. Наверное, какие-нибудь, не знаю, тотемы, как в Форекс. Кости из них будем делать. А может быть, кости можно будет измельчить в какую-нибудь муку и использовать как удобрение. Помните Майнкрафта? Можно было так делать. Вот скалы прямо передо мной. Я намереваюсь добыть тут немного металла. А может и много. Ни хрена тут почвы. Посмотрите, вот это всё можно выкопать. Руками, правда, пока. Но в любом случае. Потрясающе. Я тут побегал, ни хрена нет вообще. Ни олова, ни меди, ни хрена вообще нет. Я чувствую, с этим будут проблемы. Я уже прилично так убежал. Это та скала, где я уже всё лутал. Дайте меди-то. Ну, пожалуйста. И олова, конечно же, мне нужно. Чё это? Только меди-то я прошу. Мне и то, и то надо. Слушайте, здесь довольно симпатично. Я бы тут прям основательно бы поселился. Но леса мало. Без леса мне тут дом, наверное, не построить. Либо... Короче, когда у меня появится грёбанная повозка, можно будет подумывать о каком-то переселении, если оно вообще здесь необходимо. Может, я просто город освобожу какой-то и буду там в доме жить? Ой, я вижу медь. Медь, привет. Так, вот, медная руда. Замечательно. Это мы забираем. И это мы забираем. А насколько я понимаю, вот эти вот медные... Где ты? Где-то был камень. Камень-то где? Вот это... А где моя медь? Вот моя медь. Вот эта хрень, по-моему, не стыкается никак. Я куда-то собрал немножко меди. И, в общем, только медная руда у меня в инвентаре. И вот чё-то куда-то пропало, короче. Я прям в замешательстве. Ну, ладно. Вот здесь вот было... Вот. Вот где-то тут вот было. Я собрал и нету. Представляете? Вот небольшой кусочек медной руды я так и собирал. Ну, это, конечно, вообще не те совсем месторождения, которые я хотел бы иметь. Нужно срочно в наковальне выходить. Да для этого мы построим... Посмотрим, как она вообще... Сколько она стоит? А, там же молоток нужен, да? Там нужен молоток. Так, стальное долото или долото. А чё это такое вообще? Стамеска с лезвием из стали ручной ковки. Охренеть, стамеску можно делать. Стальная головка молотка ржавеет при... Для ковки необходимо нагреть. А, то есть вы понимаете вообще? Они по ковке тоже заморочились. Ах, охренеть. Да, слушайте, не так уж всё тут и быстро получается. До ковки, наверное, добираться прилично придётся. Но, в любом случае, я продолжу. Да, мне пока довольно весело. Ну и всё получается. Меди больше здесь нет. А вот я нашёл олова. О, привет, олова. Кассетерит. Блин, столько всего. Требуется кирка для горного дела. Чё, нельзя камнем, что ли, подолбить? Это же было бы нормально вообще. О, ещё медь. Слушайте, я нашёл отличные залежи, походу. И мне это определённо нравится. Посмотрите, сколько здесь меди. Это же охренеть. Буду плавить, как не в себя. Ну, возьми ты, боже. Он такой тупой немножко иногда. Ну, это блать на него влияет. Так-то он умный. Так, всё, тут... А, вот ещё медная руда. Как это я так пропустил? Вот, ещё олова есть. Да, забираем. Кассетерит. Что за кассетерит? Такой минерал есть? Ну, в общем, я нормально так собрал медные руды. Давайте её сразу расщепим. А, ну они всё равно не стекаются с тойла. Не стоило мне этого делать. Ну, в любом случае, ладно. И вот это тоже надо переделать. И, в общем, у меня уже такие прям внушительные запасы. Я думаю, сейчас надо будет отдельный ящик создавать для руды. Потому что там уже у меня нету места ни хрена. Сейчас я ещё похожу, потому что инвентарь-то как бы не весь забит. Немножко надо погулять тут, посмотреть. Может быть, ещё что найду? Растение конопли. Так, во. Скала медная. Скала богата отложением меди, но меди здесь нет. Это, походу, то самое место, где я первый раз был и шарился здесь. Да. Да, это вот эти скалы. Скалистое обнажение. Ну, в общем, а во ближности больше и нету ни хрена. Я вот это вот всё оббежал. Тут ничего нет. Вот это я всё тоже оббежал. Мы сейчас там забрали как раз минералы. Есть ещё вот здесь. Но вот это озеро, насколько я помню, оно немножко заражено. И, в общем, всё получается. Это ещё такой скалистый склон. Вот ещё в таких местах я не был. Надо будет туда обязательно сходить. Ну, а пока что, наверное, бежим домой. Будем это всё дело оприходовать и делать лопату. Лопата — это замечательно. С помощью лопаты я захвачу этот мир. Вот ещё понять бы, что с песчаником делать, потому что он тут тоже часто попадается. А ещё я, наверное, чеснока сорву вот этого вот. Где-то чесночок. Вот, привет, чеснок. Вот эти вот жёлтые кусты, они похожи на пшеницу. Так хочется их собрать и съесть. Но это, походу, не она. А, непонятно даже, что это за растение. Выглядит аппетитно, конечно. Дом, милый дом, я пришёл к тебе. Значит, смотрите. Сейчас мы будем делать ещё один ящик под металлургию. Для этого мы возьмём какое-то количество палок. Все, короче, я имел в виду. И создадим чемодан. Давай, строить чемодан. Двадцать... А, вот пятнадцать палок надо. Ну и нормально. Чемодан с металлами мы положим вот сюда. У меня тут, конечно, вот видите, вся проблема в том, что у меня почва здесь очень такая дерьмовая. Да, если бы была почва нормальная, было бы хорошо прям. А она дерьмовая. Не прямая, понимаете? Вот любите прямую почву? Я вот обожаю. И она здесь ни хрена не прямая. И мне нужно ещё сделать верёвок, потому что верёвки у меня только что успешно кончились. Пойдём, пособираем. Да, гриндик. Вот это вот собирательство. О, нифига там сосновых шишек. Это я всё сделал? Это я всё забираю. Гнилая черника. Это, походу, я чё-то тут поднасрал. Слушайте, прям... А что ты можешь делать? Черника, которая использовалась со временем. Может использоваться в качестве удобрения, опасно при употреблении в пищу. Ну, я, в общем-то, как бы есть её не хотел бы, да. Но раз она может быть использована, то я её вот здесь выложу. Чё, одна шишка была? То есть всё остальное валялось эта гнилая черника? Я понял. Понятно. Ха! Ну, извините. Кто бы знал. Я вот не знал. Где-то здесь я создавал... Вот они. Нет? Шишечные запасы. Вот они. Привет. Шишечка будет лежать там и чувствует себя прекрасно. А я пошёл опять за верёвками. Вот чёрт, твою мать. Не надо этого делать. Пошёл нахер отсюда. Тут их двое, что ли? А чё, тебе больно, да, я сделал? Ну, вот и беги нахрен. Хотя, знаешь чё, подожди-ка. Ты думаешь, что я просто так вот возьму и сдамся, что ли? У меня копья, конечно, нет. Но я тебя догоню и жопу-то тебе надеру. А ты мне нет. Но я не могу пропустить эти кусты, понимаешь? Молчара. А он от меня что-то убегает. Может, он ранен? Ну, в смысле, конечно, он ранен. Я имею в виду, может, он смертельно ранен? Походу, придётся... Придётся мне сделать копьё. Ну, просто у него есть шкурка, понимаете? Я бы хотел его шкурку забрать себе. Твою мать. Ну, как я мог так сделать? Какой позор. Так, где-то тут было моё копьё. Это моё копьё? Это не моё копьё. Вот моё копьё. Эть! Ну, боже мой. Ну, попади ты. На, нахрен. Да, блин, я же попал. Я точно видел, что попал. Где моё копьё? Копьё-то где? Вот оно. Улетело далековато. Ну, ты получишь у меня сейчас. Ну, сейчас я не промажу. Вот, тот уже. Не будем его собирать. Я имею в виду, копьё. Мы соберём с него... Это чё? Шкура койоты. Забираем. Мне мясо, мне койотное, наверное, не очень нужно. Оно всё равно заражено, поэтому нафиг. А вот шкуру я заберу, да. До свидания, койот. Сам на меня нарычал. Сам получил по щам. Так что не жалуйся. А я продолжаю собирать верёвки. Мне очень надо. Блайт-то растёт. У меня уже два с половиной из ста Блайта. И он, вроде бы как, вообще не хочет вообще уменьшаться. Нужно срочно придумать лекарство. Ну вот, такое количество верёвок меня уже вполне устраивает. Целых 10 штук. 11 даже получилось. Хорошо, что есть ускорение. Вот интересно, работает ли оно в кооперативе или нет. Мне кажется, ни хрена подобного вообще. Даже не думая об этом. Не работает. А это чё? Горная порода песчаник. Так. Чемодан номер два. Будь любезен, создайся. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот всё. Нормально. Супер. Теперь сюда можно выложить все вот эти мои замечательные металлургические вещи. Ну и, может быть, один кусочек кремния, чтобы был в запасе. Замечательно. Я сейчас заберу быстренько отсюда тоже металл. Это вот это, вот это, и вот это, и вон то. И что это? Древесный уголь мне пока не надо. Оловянная руда. Ещё оловянная. У меня оловянная руда до хрена. Я всё-таки древесный уголь заберу отсюда, потому что нужно новый создавать сейчас будет. Вот. Так. Это уже готовый металл. Блин, иконки, конечно, полное говно. Вот. Хрен разглядишь, что там лежит. Так. И шкуру койота давайте готовить сразу же. Вот сюда её. Нужно добавить воды, иначе она готовиться не будет. Но готовиться, я так полагаю, она довольно долго. Поэтому надо её запустить прямо сейчас. А потом уже собирать мой металл для моей лопаты. Там нужно-то всего лишь гвозди, господи боже. Это, конечно, проблема та ещё. Кто бы мог подумать, что я упрусь в гвозди. И да, я помню, я хотел переставить эту мою ванночку сюда поближе. Но чё-то пока не до неё. Да и соль я боюсь потерять, которая там лежит. Она вроде не тратится. Видите, 17% соли. Ну, это оно сейчас, потому что оно делит проценты на воду и не воду. И вот не воды 17%. Надо, чтобы воды было тоже нормально. Вот сейчас работает уже. Вот, всё, 0%. Сейчас ещё один кувшинчик. И можно заниматься делами. Готовенько. 70% почти ей хватит. Теперь нужно создать обязательно уголь. Да, давайте создадим уголь. Для этого нам потребуется две... Как они называются? Ну, вы понимаете, вот эти вот... Вот эти вот дрова. Две дрова. И вот мы строим маленькую угольную кучу. Ну, например, прямо здесь. А чё бы нет? Запихиваем туда вот это. А чё там ещё надо? 2 килограмма грязи или почвы? Это я могу. Вот почву, собирай. Сразу, видите, выкапывается ямка. Это прекрасно. Почва. Почва, по идее, это... Так, а если я возьму палку в руку? Ну-ка, подождите. Может быть, в почве можно делать грядки? Ну, чем чёрт не шутит, а вдруг? Значит, возьмём палку. Капец. В натуре. Я догадался. Я смог. Так, обработать почву. Ну, давай, обработай. Как ты это будешь делать? Это чё, ты обработал её, типа? Обработанная почва. Ну, хорошо. Ща мы с вами грибы тогда посадим, ребята. Ну, а чё бы нет? Первым делом только я... Давайте-ка зажгу кучу. А потом уже будем с грибами развлекаться. Значит, ещё... Значит, палка нужна одна. И это мы сюда выкладываем. Замечательную землю. Всё остальное выбрасываем тут. И сейчас пойдём палочки пособираем. Мне нужны палки. Немедленно. Фермерство приходит к нам. Да ты задолбал! Вообще не вовремя! О-о-о-о! Этого я убивать не буду. Мне сейчас вообще не до него. Это опять полгода за ним гоняться. Нафиг. Мы делаем вещи. О, нифига тут палок. Тут кто-то взорвал мой ящик какой-то или что? Их просто неприлично много, этих палок здесь. А я как местный дворник убираюсь. Лесник даже. Хранитель леса. О, палка, привет. Пойдём домой. Любопытно. Тогда у меня сразу вопрос. Ну-ка иди сюда. Нет, посадить тебя не получается. Но я могу зубчики, да, разделить? Ну-ка давай. А зубчики? Зубчики можно... Ребята, мы сейчас будем с вами фермерить. Хо-хо-хо! Мы будем полностью высаживать чеснок и всю остальную хрень. Я не знаю, нахрена мне всё остальное, но мне хочется. Так, готово. Собираем кучу. Сейчас я её подожгу по-быстрому. И мы пойдём заниматься фермерством. Благо у меня теперь тут есть куча вот этого вот. И эту... А, у меня прям с собой это всё было. Слушайте, вот это прикол, конечно. Мокрый грязь. Мокрый грязь, это прекрасно. Мне вот знаете, чё надо очень сильно? Я, наверное, сейчас возьму вот эти вот штуки. И мы сделаем с помощью их ещё палок. Который, в свою очередь, можно будет переделывать в ветки. Вот эти. Потому что ветки у меня тоже кончаются. Вот. Или у меня нормальное такое количество веток. Пойдём. Подожжём эту хрень. Вот так, вот так. И поджигаем. Супер. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. А я пока создам запасы. У меня повсюду запасы. Всего. Ну, чё ты бесишь меня? Так, подожди, это моя обработанная почва. Здесь мы запасы не будем создавать. Вот здесь создам. Да, надо, короче, веток будет тоже пособирать. Чё-то у меня их маловато. Всё, уголь у меня делается. Теперь давайте запердолим здесь немножечко... Ну, вы понимаете. Значит, медную руду туда запихиваем. Возьмём ещё, допустим, 20. Ну, а здесь 30. И десяток оловянный. Сейчас посмотрим, чё из этого получится. Ничего из этого не получится. Если так, получается бронза хорошего качества. 500 миллилитров. А тигель у нас на сколько? На тысячу. Угу. Ну да, куда мне больше-то нахрен. И потом, когда эта хрень выплавится, мы туда добавим оставшуюся вот эту закалённую бронзу. Вот, отличный план, по-моему. Так и поступим. Значит, для того, чтобы всё получилось, надо разжечь эту сраную печь. Уголь я с собой не принёс. Сейчас, подождите. Здесь у меня было 5... Подождите. Ну да. Где мой уголь? Блин, почему там нет сортировки? Кстати. Вот это надо забрать. Оно тут нахрен не нужно. Гнилой фарш. Потрясающе. Ну, у меня тут вообще срач на самом деле какой-то. Прям честно вам сказать. Есть 5 древесного угля. По идее, этого должно хватить. Вот, закидываем его сюда. И теперь давайте вот это вот добавим. Не хватает, знаете, какой кнопки? Вот такой же кнопки, как запасы помещать, но только в обратную сторону. Чтобы можно было это брать сразу, стек, и не париться. Так, добавляем это сюда, это сюда. Вот ещё. А угольное топливо не хочет быть неугольным. Ладно, зажигаем. Всё, сейчас температура возрастёт и будем плавить. Вот это вот хотелось бы сразу тоже туда докинуть. Ну, в общем, ждём. 20 минут это будет плавиться. Там эта херня будет гореть больше часа. Поэтому всё будет нормально. Теперь мы можем продолжить мои грядочные дела. Вот. Надо только взять в правую руку палку. И теперь, видите, можно обработать почву. Ну, кто бы мог подумать, нахрен. Это тоже процесс нихрена не... Я не знаю, как он обрабатывает почву, если честно. Выглядит это всё крайне странно. Ну, вообще, в принципе, не так уж и говённо выглядит. Когда его становится много уже, этой почвы. Хоть бы какую-то тяпку, что ли, сделал. Не знаю, что он, выплавить себе тяпку не может, что ли? Какой-то тупой. Пойдём грибы выращивать. Я пока не знаю, зачем они. Ну, в общем, посадим 4 штуки. И будем наблюдать, что они из себя представят, когда вырастут. Сейчас я ещё одну линию сделаю. Вот тут вот. И вот тут вот. О, ну, как хорошо дымит. Правда, через крышу дым проходит. Это, конечно, не очень прикольно. Слушайте, ну, реально грядка получается. Ха-ха. Прикольно. Прикольно. Ну, и, в общем, здравствуй, гриб. Посадить. Да, я могу теперь сюда сажать. Вот тебе, пожалуйста, раз. Слишком... Чё? Слишком много солнца. Внимание. Вау. Погодите. Я навес могу построить, да? Ну, подожди. А этот вот, вот этот вот. Как вообще ему? А ему вроде нормально. Ну, значит, здесь у меня будет чеснок. Сразу 4, интересно, посадят или нет? Очень сухое. Ну, надо полить. Подождите. А у меня он чё-то с инвентаря-то как бы не того. Молодой дикий чеснок. Ну. Это очень странно. Он не... Он... Короче, давайте ещё одну грядку. Я сейчас полью. Не волнуйтесь. У меня же есть кувшин. Ой, это очень странно, потому что... Смотрите, я сажаю чеснок. А вот. Нормально тогда всё. Зря бы канул. Да и третью грядку хочу. Посмотрим, за сколько он вообще, в принципе, вырастет. Больше я, наверное, ничего не могу сажать. Так, меня интересует гриб. Для того, чтобы посадить грибы, по всей видимости, нам нужно сделать специальную грядку. Вот у нас тут есть почва. И, допустим, я, значит, эту почву сейчас буду обрабатывать полностью. Потому что я хочу выращивать грибы. Видимо, для того, чтобы их выращивать, нужно сделать для них навес. Прикиньте, какие они привередливые падлы. Там прям был готовый навес. Я сейчас подумал сразу же о том, чтобы сделать вот такую же структуру, как у меня была. Но есть специальный навес. Сейчас я вам покажу. Есть вот такой, смотрите, навес. И мы можем его разместить. И я очень надеюсь, что он как раз-таки вот про это. Вот так его как-нибудь от солнца защитим. Вот. Что туда надо еще поместить? Палки я запихал. Теперь нужны веревки. Пять штук, четыре длинных и пятнадцать листов. Благо, у меня с листами вообще проблем никаких нет. Вот. Берем сразу вот так. Да, господи, боже, сейчас. Вот так вот берем. Длинные палки берем. Три, по-моему, там надо было. Значит, надо четыре брать. Вот. Четыре. А, четыре надо было. Все нормально. Так, листочки пять. А надо было... Надо больше листочков. Сейчас, погодите. Все не так быстро, как хотелось бы. И мне нужна куча палок еще. Ну и давайте сразу проверим, кстати, грипп. Может, не стоит вообще это делать. Да е-мое. Грипп, иди сюда. Слишком много солнца. Блин, походу, пока я не дострою, он не скажет мне, нормально ему или ненормально. Все, побежал за нитками и веревками. Блин, это офигенно вообще. Фермерство даже упоротое. Мне точно нравится эта игра. Она, конечно, на миллиард лет. Блин, волчара, ты вообще здесь не вовремя. А ромашку можно? Так, можно только высушить ее. Ладно, пусть высохнет. Может быть, потом можно будет сажать. Я что-то не обращал просто внимания. Мне кажется, что можно будет. Но я очень надеюсь. По идее, можно выращивать все. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Блин, где мои кусты все? Где мои ветки? В смысле, нитки? О, привет, наконец-то. Нашел тебя. Мне кажется, их без альта искать проще, чем с альтом. Они потому что довольно яркие. Красные такие цветочки. Ну, в смысле, трава. Красная трава. Блин, а можно вас выращивать, ребятки? Мне просто интересно. Крафт только есть. Так, а что можно скрафтить? Только нитку эту. Блин, я бы хотел их тоже выращивать. Возможно, когда-нибудь разработчики добавят такую возможность. Но я прям не думаю. Может быть, их выкапывать можно будет. Вот это вопрос, конечно. Ну, ладно, берем. Может, и ромашку тоже не получится посадить. В таком случае, раз конопля не сажается. Я буду очень грустить сильно, если не получится вот эта тема с навесиком. Давайте делать срочно нитки. У меня уже ночь тут на дворе, хотя солнце все еще всходит. Видимо, там долбанные облака все портят. Но он еще даже спать особо не хочет, поэтому я не знаю. Видимо, я сломал себе немножко сон. Так, привет. Значит, мне нужны палочки. А я все палочки потратил, что ли? А, нет, все нормально. 16 из 20. Нужны еще палочки. Или куст какой-нибудь найти. Где кусты? Кусты. Да, эти кусты мне. Кусты нужны. Ладно, палки будем собирать. Вот, конечно, разрабы прикольно сделали. Каждая механика здесь замороченная. И из-за этого тебе интересно играть. Потому что во многих выживалках плюс-минус всегда все одно и то же. Ты одну механику понял, как работает? По ее принципу работают абсолютно все остальные. Просто по-разному называются. А здесь прям заморочечка. Давай строить. Его в любом случае можно будет разобрать. Я думаю, этот навес. Если он не сработает сейчас. Но если он сработает, будет потрясающе вообще. Я буду настоящим фермером. Готово. Ну, теперь проверяем. Посадить. Слишком много солнца. Блин, все еще много солнца. Ммм. Как же вас... Я же тебе навес сделал. Как ты понимаешь, что здесь много солнца? Блин. Ну, значит, навес буду разбирать потом. Пусть сейчас пока стоит. Я бы хотел посадить еще немножко чесноков. Что бы нет-то, да? Раз уж есть такая возможность. Больше чеснока нужно мне. Просто эти грибы подыхают. И это очень грустно. Потому что я бы хотел их сохранить. Не факт, что потом мы сможем их где-то добыть. И последнюю грядочку мы организуем вот здесь. Я, кстати, забыл полить. Но я сейчас полью. Я просто за грибы переживал. Так, ладно. А если, значит, вот... Допустим, можно ли здесь это проверить? Должен быть посажен на обработанной почве. Вот падла. А тут не обработать почву. Мне нужно, короче, навес этот смещать получается, да? Четыре палки длинных надо сделать. Не, я могу попробовать, конечно, сделать навес. Но мне кажется, что вот эта хрень должна была сработать. Ладно, давайте разбирать. Хрен с ним. Че ему тут стоять, правильно? Нахрен ему тут стоять? Сейчас я попробую сделать навес. Я вообще довольно задрот. Если можно так охарактеризовать меня. Вот, все развалилось. Это прекрасно. Слишком много солнца, говоришь. Все, что ли, не влезает? О, боже, какой ужас. Сейчас, погодите. Странно. Мне казалось, сейчас уже ночь будет, а он все еще вот ни туда и ни сюда. Представляете, как круто. Вот, длинные палки собраны. Значит, я бы хотел сейчас здесь еще подготовить почву. Обработать почву. Какой-то квадрат такой, знаете, сделать, чтобы понимать вообще, куда можно посадить, куда нельзя посадить. Но тут вроде обработанная уже, вот здесь еще не обработанная. И вот здесь можно. Это дерево потом срубится и нормально будет. Так, ну, допустим, вот у меня есть грядка. Мы берем и строим средний столб, да? Угу. Вот так вот. Вот так вот. Идем еще палочки брать. Ну, а можно без палочек, кстати. Вот так вот. И вот так вот. Ой, подожди, нет. Погоди, я немножко перепутал. Так, строить с... Средний столб. Вот, вот так вот. Надо, чтобы все четыре светились, иначе будет говно. Так, окей. Есть столбы, пойдем делать крышу. А где чертова крыша, я что-то не понял. А, вот, листовая крыша. Странно, она у меня что-то не появлялась до этого. Размещаем эту хрень вот здесь. Или не размещаем? Блин, походу, он без перекладин. Да, нужны перекладины. А потом еще... Ага. Да. Сейчас, погодите. Может быть, вот такие нужны были? Столбик огр... Нет, на них, наверное, крышу не поставишь. Можно заборы делать в этой игре, да. Но я... Мы-то думаем о кое-чем другом. Вот эта хрень не получится, да? Не получится. Нужны перегородки. А для перегородок, соответственно, мне нужны длинные палки опять сейчас. Я вспоминаю просто, как строить. Я уже забыл, давно не строил. Ха. Возьмем немного длинных палок. И сделаем из них... Поперечины. Вот, палочная опорная балка. А, можно даже треугольниками? Нифига себе. Кто бы мог подумать. Так, строим. Чем я занимаюсь? Я должен был полить чеснок. Господи боже. Но я очень хочу проверить. Очень хочется мне. Дострой. И тут дострой. Странно. Он там кладет почему-то две палки. Хотя, по сути, там должна быть одна. Ну да ладно. Короче, теперь строить. Нам нужна вот такая вот... Стропила, да. Стропила. Вот сюда ее. Так, палочки длинные. Одиннадцать длинных палок. Воу. Ну, я пошел. Получается, все мои длинные палки сейчас уйдут. Как нефиг делать? А короткие палки надо бы куда-нибудь сложить. А у меня, походу, запасы все кончились. Вот это прикол. Ладно, пока будете жить здесь. А вы, ребята, пойдемте со мной. Их, конечно, не так много. Но а что поделать? Вот заходит мне здесь стройка, конечно. Прикольно. Ну и... Ха! Бламинго. Там еще две. Девять. Я пошел за длинными палками, леди и джентльмены. Буду собирать и длинные, и обычные. Очень надо мне. А еще интересно было бы узнать, может ли чернику выращивать. Это же все-таки тоже кустики. Но вот с палками иногда прям не найдешь, а иногда валяются повсюду. Да, вот длинные ветки, в смысле палки, не валяются повсюду. Это грустно. Останки кролика. А кто его съел? И тут явно и не я орудовал. Койоты, походу, не только меня хотят кушать. Так, ну я, по идее, насобирал уже прилично. И палок, и длинных палок. В общем, возвращаемся, достраиваем мою сраную крышу. Если это не сработает, это будет крайне обидно. Но ресурсы, в общем-то, я инвестирую не в пустоту. Можно будет, опять же, разобрать это все. И сохранить это все. Но попозже. Да, сейчас, наверное, разбирать уже не буду. Главное, сейчас чеснок не забыть полить. Заткнись там, не ори. Воет он все. Вот, добавляем, строим. Вот видите, оно даже немножко кривое получилось. Вообще, процедурные строения, это прикольно вообще. Но нужно научиться их выравнивать. Я немножко, конечно, обосрался и сместил его вправо. Да, надо было его чуть левее ставить. Но да ничего, ладно. Ничего страшного, мы справимся. Запасик длинных палок пусть лежит у меня здесь. Коротенькие сюда добавлю. И давайте делать... Ну, вы поняли. Вот эту листовую крышу. Или листовую крышу. Ну, в общем, короче, крышу. Привет. Крыша. Значит, добавить из инвентаря. Мне опять не хватает ниток. Так, божечки мои. Нужно нитки. Надо взять за правило. Куда ты убегаешь, все время собирай сраную коноплю. Вот. Народная мудрость, господа. Поехали на работу, собрали коноплю. Возвращайтесь с работы, собирайте коноплю. Если вам нужны веревки, всегда собирайте коноплю. Иначе вы будете без них. А вот этот сраный туман. Че-то он... Это че, медведь? Твою мать, медведь. А ты научишь меня пердеть? Ой, простите, это из другой игры. Медведь. А ты че там делаешь? Слышь, косолапый. Ты только не рушь мне ничего, ладно? Ты там, это, можешь погулять? О, это мое. Только охереть. Бурый медведь. Тут еще и разные медведи, да? Сука, медведь. Это чуть сложнее выглядит, чем с койотом рубиться. Возможно, мне надо заключить с ними перемирие. Не помню, чтобы здесь росла конопля. Я сюда уже бегал. Но, в общем, она здесь почему-то растет. Возможно, каждый день спавнятся вот эти коноплюшки. Но это не точно. И вот это вот зеленое дерьмище, оно, по-моему, распространяется. Слушайте, вот эти сраные грибы. Они воняют, да? Я так думаю. Оно прям ползет ко мне, смотрите. Оно уже рядом. Блин. Нужно срочно что-то предпринять. Ну, для начала надо как-то попросить медведя отсюда свалить. Так, сейчас, секунду, я делаю. Только не подходи ко мне, прошу тебя. Гуляй там, делай, что хочешь, койота в долбе. Можешь кролика у меня поесть. Так, ладно, добавляем из инвентаря, собираем. Куда он делся? Кто видел медведя? Главное, чтобы это не была моя жопа. Я еще, знаете, что хочу почитать? Давайте-ка вот в... Задача. Вот, конец Блайта. Вы слышали разговоры о друидах в далекой стране, которые знают, как бороться против болезни. Рассказывают о целебных сыворотках и фантастических эликсирах, которые якобы полностью излечивают болезнь. Если эти истории правдивы, то, возможно, у человечества еще есть надежда. Вы знаете, что в укромных диких местах вокруг нашей деревни укрывалось несколько отношельников и оккультистов. Возможно, они смогут знать больше о друидах. Да будьте начеку в поисках подсказок о потенциальной сыворотке Блайт. Угу. Тут ничего не написано про эти сраные грибы. Ну, допустим. Ох! Ребята, прокатило. Сажаем грибочки. Кажется, я все сделал. Я настоящий фермер. Прирожденный вообще. Теперь у меня мухоморы не сдохнут. Они будут расти здесь. Посадить. Так, очень сухое. Ну, подождите нахрен. Думаете, это так быстро, что ли? У меня этих грибов 10 штук. Давай, сажай уже гриб. Молодец какой. Главное, чтобы они у меня не умерли, эти грибочки, утром. Как напишут мне, что солнца мало, все говно будет. Так, я пошел еще за грибами. И сразу же, наверное, полью что-нибудь. Давай, набирай. Раз, два, три, четыре. Блин, там я посадил четыре? Он мне восемь, что ли, грибов дал? Я посадил три гриба. И у меня еще четыре. Пять. Пять грибов. Восемь реально, что ли, дал? Мне казалось, он больше дал. Нету больше грибов. Ммм, интересненько. Ну ладно, посадим то, что есть. Но сперва хочу полить мой чеснок. Выбросить. Мертвый, дикий чеснок. А, кажется, не прокатило. Так, поливать. Надо было поливать раньше, твою мать. Ну ладно, чеснок не такая редкая херня. Ну вот, все. Эти я полил. Короче, я молодец. Я херовый фермер. Можете меня осуждать. Орать на меня в комментариях. Я загубил весь свой сраный чеснок. Но я обещаю, в следующей серии мы обязательно посадим его заново. И вырастим. Да, как прям вот что-то молодое. В смысле, что-то родное сделаем. Прям, чтобы он рос. И вообще, и рад был. А пока что мы занимаемся посадкой грибов. И я буду посаживать их и поливать. Одной бутылки хватило на три гриба. Соответственно, каждый гриб 100 миллилитров воды требует. Вот так вот. Пока я не знаю, что с ними делать. Точнее говоря, я скорее всего забыл, что с ними делать. Он что-то говорил про грибы. А я благополучно забыл. Поэтому я хочу их максимально, насколько это возможно, сохранить. Ну и вот это надо выключить, да. А то что-то прям глаза вытекают чуть-чуть. Да блин, ты задолбал. Там медведь, если что, ходит. Я не схожу с ума. Так, все, погнали. Нальем водички. Пока он меня не видит, надеюсь. Нужна лейка. Очень сильно мне еще поливать. Осталось два грибочка полить, и будет классно. Блин, слушайте, я так охерею с этим кувшином-то носиться. Надо реально лейку как-то собирать, скрафтить. Надо резиновую лейку. Ну или хотя бы пластиковую. Слегка сухое, красный гриб. Все нормально, полито. И тут дополить. Все, господа, я молодец. Фермерство у нас начинается. Надо будет только с чесночком как-то повнимательнее. И в следующий раз обойтись. В общем, спасибо, что досмотрели эту серию до конца. В следующей серии мы с вами, видимо, пойдем в продвинутую металлообработку. В гончарное дело. И доделаем мою замечательную лопату. Кстати, тут уже, наверное, все засохло нахрен. Да, вот, пожалуйста, 475. Добавим это сюда. Короче, это дело мы расплавим. Сделаем лопату. Гвозди, вернее. Но уже в следующей серии. Потому что ночь на дворе. Нужно спать. Спасибо, что смотрели. Покусечки. Спасибо. Спасибо.